Здравствуйте! Участковый советского рода города Минска. Проверка условий хранения оружия по месту жительства. Для Андрея Молчина такие визиты скорее обыденность. В его личном арсенале три вида оружия и боеприпасы. Время проверить документы. На пистолет, на кастульный ИШ и на карабин. Так, давайте начнем с ИШ-26. Охота для Андрея – дело семейное. Еще в детстве ходил с отцом на зверя, а первое ружье купил в 93-м. Но даже такой опытный стрелок уверен, что по законам жанра ружье, витящее на стене, обязательно выстрелит, а потому подлежит ревизии. Оружие – это не игрушка. Лишним не будет, когда органы проконтролируют человека, который владеет оружием, чтобы быть уверенным, что все у него в порядке. Как отмечают правоохранители, те, кто решил открыто вооружиться, в основном дисциплинированы и понимают, с чем имеют дело. Другой вопрос – нелегальный оборот. На этом и делают акцент в рамках арсенала. Эта акция МВД проходит дважды в год. В этот раз только в столице к ответственности привлекли семь владельцев оружия, которые нарушили правила его хранения. Из оборота было изъято 15 единиц незарегистрированного оружия. 8 добровольно граждане сдали в территориальные органы внутренних дел. Также добровольно сдано и более 14 тысяч боеприпасов различного калибра. Сотрудниками милиции из оборота изъято 22 единицы незарегистрированного оружия и 35 зарегистрированного. Про оружие интересовался? Ну, да, гранаты какие-то спрашивают. Ну, а вас не смутил вопрос, зачем человеку гранаты? Ну, почему? Зачем он тебе? Ну, так вот, да. И все, человек в душу будет лезть. Лезть в душу никто и не собирался. А вот заглянуть в более потаенные места оперативники имеют полное право. Совсем недавно дома у этого могилевчанина обнаружили серьезный арсенал. Огнестрелы, составные части к нему, патроны, вещества для изготовления взрывчатки. Согласно Уголовному кодексу, в Беларуси за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных веществ может грозить до 12 лет тюрьмы. Из оборота изъято более 85 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и свыше 7 тысяч боеприпасов различного калибра. Обезврежено около 700 взрывных устройств и более 25 килограмм взрывчатых веществ. За различные нарушения у граждан изъято 265 единиц зарегистрированного оружия. В результате проведения профилактической работы с населением в органы внутренних дел добровольно сдано около 200 единиц незарегистрированного оружия, порядка 170 единиц зарегистрированного оружия и более 21 тысячи боеприпасов. Наше законодательство достаточно строго относится к обращению оружия на гражданки. Взаимоотношения в этой сфере регулирует соответствующий закон. Согласно документу, есть три категории оружия. Боевое и служебное используют силовые структуры. Гражданское доступно для остальных белорусов. Чаще всего покупают охотничьи ружья. Есть экземпляры, предназначенные для самообороны и спорта. Все они подлежат обязательной регистрации. Пройти процедуру регистрации и получить разрешение несложно. Стандартный набор документов и огнестрел уже ваш. Все самое интересное было до. Из обязательного нужно стать настоящим охотником. Для этого необходимо пройти специализированные курсы, в том числе стрелковую практику на стенде. До этого по закону считайте, с оружием вы даже не знакомы. Поэтому на него можно лишь смотреть и мечтать. Кивая на запад, кто-то скажет, слишком жесткие меры. Самый известный пример оружейной демократии США с 2020 года в Штатах ежегодно производится и реализуется около 11 миллионов стволов. Стоимость автоматического оружия около 2000 долларов. А цена пистолета простой системы от 200. То есть оружие в Америке доступнее, чем айфон. В результате у каждого третьего американца есть хотя бы один ствол, который точно стреляет. Часто поглядывают на ту же самую Америку с точки зрения владения оружия, что якобы можно там чуть ли не все. Дело в том, что это страна, которая зародилась с помощью оружия. Но исходя из тех трагедий, которые там происходили с использованием оружия, я не слышал, чтобы кто-то успел воспользоваться своим правом на вооруженную защиту в этом вопросе. И здесь, наверное, наш подход более верный и более пагматичный. В США покупка огнестрела как поход за хлебом в смысле процедура самая незатейливая. Чтобы купить, неважно, автомат или пистолет, нужно всего лишь заполнить анкету и показать удостоверение личности. Причины для отказа, например, судимость или психические заболевания. Но проверяет стрелка только магазин. А как известно, покупатель всегда прав. Поэтому продажи оружия по всей Америке растут. Как и волны насилия и убийств. Оружие хранится под замком, на витринах, в специально оборудованных местах. То есть, каждое оружие пристегнуто, как видите, замком, и витрина закрывается на замок. В нашей стране к такой торговле другой подход. Специализированные магазины на постоянном контроле правоохранителей. Требования на законодательном уровне как к хранению товаров, так и к их реализации. В этом магазине около 40 различных видов оружия. Гладкоствольное, нарезное. Есть спортивные травматы. Но простому деваке здесь делать нечего. Эти товары выдаются строго по правилам. Оружие предоставляется в руки только владельцу разрешения на приобретение либо гладкоствольного оружия, либо нарезного оружия. То есть, человек должен при себе иметь разрешение на приобретение гладкоствольного, либо нарезного оружия, которое выдается на полгода, покупатель выбирает оружие. И при себе иметь в наличии государственное удостоверение на право охоты. Чаще всего среди покупателей – охотники. Это стандартная картина для таких торговых точек. Но попадаются и необычные экспонаты, место которым скорее в музее или в частной коллекции, чем на торговых полках. Недавно в советской РУВД столице мужчина передал настоящий раритет – ружье, история которого может быть связана с известным родом радивиллов. Несмотря на почтенный возраст, оружие и ценность – оно подлежит проверке и учету. Исключений не делают уж слишком высока цена ошибки. Поэтому всем любителям огнестрела придется следовать букве закона. Проверки продолжатся. Между тем, МВД напоминает – добровольная сдача оружия освобождает от ответственности.